В сентябре мировая общественность отмечает международный день отказа от автомобиля. Девушки в красивых платьях, мужчины в деловых костюмах, все на велосипедах. Это привычная картина развитых городов Европы и Азии. 500 миллионов китайцев ежедневно добираются на работу на велосипедах. В Калуге и Кемерово на велосипеды сели милиционеры. А сегодня в Сочи привезена коллекция немецких электровелосипедов ручной сборки. Пока только выставочные образцы, но нашей съемочной группе посчастливилось прокатиться. Пословица о том, что не нужно изобретать велосипед, устарела. Человечество никогда не устанет изобретать и совершенствовать это компактное средство передвижения. Теперь, чтобы ехать, даже педали крутить не обязательно. На Цветном бульваре в Сочи нам показали электровелосипеды, способные развивать скорость до 80 км в час. Энергия от электрической батареи. Три часа заряжаешь и хватает на целый день. Одна зарядка хватает на 200 км. Ну, допустим, это зависит от вес человека, какая дорога. Я думаю, в Сочи мы уже катаем 5 дней. Ну и здесь горки. Но легко, 100-150 км здесь, в Сочи, батарейка одна зарядка хватает. Здесь, внутри, находится батарейка, аккумулятор, компьютер-контрольбанкс. Здесь наш электрический двигатель, который дается на задний колес. Да, вот, газ. Все. Каждый будущий владелец сам решает, каким будет его велосипед. Выбирать можно из 13 миллиардов возможных комбинаций деталей. Под заказ делают любую мелочь, вплоть до колпачков на колесах. Кому кожаный мяч, а кому игральная кость. Один швед заказал себе чисто деревянную раму. Пока немецкие велосипеды ручной сборки – привилегия богатых европейцев. Один двухколесный вдруг стоит дороже 6 тысяч евро. Нам бы такую технику по сходной цене. Если мы не в силах расширить дороги, можно сузить средства передвижения. Поменять 4 колеса на 2. Такой велосипед – лучше лекарство от автомобильных пробок. Страшно подумать, сколько часов рабочего времени мы могли бы сэкономить. Электровелосипед не наносит ущерба природе. Поэтому тем, кто жжет бензин, опустошая недра и отравляя воздух, остается только курить. С этим согласны даже дети. Игорь Хохалин, Арсен Махиев, Вечерний Сочи.